Приветствую вас и попробую предложить вам свой подход к ситуации, к решению вашей проблемы. Заключается он вот в чем. Посмотрите на людей, которые занимались творчеством. На всех писателей, на всех людей, которые имели отношение к рукописным и к творческому труду. У них у всех были дневники, абсолютно у всех, у всех были дневники. С чем это связано? С тем, что для людей дневник, дневник это такое же творчество. А вот напротив, люди, которые ведут дневник, далеко не все являются писателями. Почему? Потому что они ограничиваются этим самым дневником. Им этого хватает. Тогда это будет удовлетворить свою потребность в чем-то творческом, в чем-то лично. Дело в том, что дневник и дневник являются лишь средством для того, чтобы реализовать определенную потребность. Это потребность, по сути, в описании своих переживаний. Дневники, с точки зрения психологии, являются потрясающим результатом интроспекции. То есть, введение отсчета о самого себе. Качество и весна ценное. Но вы правы. Вы правы, что можем кто-то прочитать и так далее. Вот только как на вас и даст развиться, как вам это может навредить, ну, несколько непонятно. Будь вы преступником или ведя какой-то секретный образ жизни, вряд ли бы вы стали об этом писать. А если бы стали писать, то уж точно писали бы, наверное, так, чтобы никто не понял. А если бы вы и решили писать это откровенно, то я думаю, сделали бы так, чтобы никто об этом никогда не узнал. И уж мама точно. То есть, понимаете, нужно для начала определиться с тем, что вы в дневнике пишите, какие вещи. Это второе. Ведь электронный файл на компьютере, в Word, можно за пароль. И тогда, кроме вас, в него никто не войдет. Наконец, отвечая на ваш собственный вопрос, именно тяга, конечно, пройдет. Потому что у вас это привычка, и привычка рано или поздно исчезнет. Но вот потребность в творчестве, она станет нереализованной энергией, которая у вас будет в результате удовольствия перестанет в бессад, никуда не исчезнет. И она, возможно, причинит вам беспокойство, она, возможно, причинит вам некоторый негатив, дискомфорт и так далее. И активно, неслойно догадаться. Попробуйте заняться творчеством. Хотите писать? Это очень здорово. Это очень здорово. Ну, пишите не про себя, а пишите про что-то другое. Пишите про каких-нибудь выношенных персонажей и так далее. Если же вам, если же у вас есть потребность именно в том, чтобы описывать свои собственные переживания, как бы озвучивать их, переносить на бумагу, то это говорит о том, что вы мало рассказываете о своих чувствах, мало делитесь этим другими людьми. У вас недостаток обмена переживания. И вам нужно делать это более интенсивно. Тем же, например, вашим мужчинам, тем же, например, другом и так далее. Потому что дневник по сути заменяет людям именно друзей. То есть дневник уманно рассказать все, а людям нет. И вот, если вам нужно именно описывать свои, значит, переживания, то, безусловно, безусловно, нужно постараться это делать все-таки с людьми. Потому что люди дадут обратную связь, люди вам, по-моему, будут разобраться, дадут свой взгляд, вам будет легче и проще. Но только человеку нужно выбрать правду. Во-моему, вам нужен психолог, с которым вы могли бы обсуждать какие-то свои переживания, чувства и так далее, мысли, которые нельзя обсудить с кругом людей, с привычным кругом людей. Возможно, просто вам необходим человек такой, уйди туда, решать вам. Но важно для начала понять, что это творческий порыв или потребность в реализации своих переживаний, потребность в их описании, то есть потребность в том, чтобы выразить их в свои переживания. И если первое, то писать нужно обязательно, потому что, ну, творческий порыв, и вам его нельзя душить. Если это второе, то тут нужна работа, нужна направленность, нужны изменения в его образе жизни, чтобы удовлетворять именно в это ваши потребности. Ну, а если вы боитесь именно огласки, то, как я уже говорил, рукописный дневник лучше вести и перестать, потому что рукописный дневник, ну, он не достаточно удобен, он и воплоть больше. А, кстати, встреченный в электронном, запароленном файле, который, кроме вас, никто не знает. То есть, если вы боитесь именно нарушения конфиденциальности. Вот. На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам ответ понравился, сделайте его лучшим, пожалуйста, буду благодарен. Пока, желаю вам удачи.